по 30 тысяч рублей. Устав от безысходности, рабочие сняли на видеокамеру, в каких условиях им приходится трудиться. О нарушениях на алюминиевом заводе расскажет Марина Мышко. ...водород и сернистый ангидрит. Все это должно попадать в очистные сооружения. На практике из-за изношенности оборудования и отсутствия элементарной герметичности всеми этими вредными веществами вынуждены дышать электролизники, да и все красноярцы. Рискнув все это снять на камеру, сам сотрудник скрывает свое лицо. В противном случае он моментально пополнит ряды городских безработных, но парят и дымят. Именно из-за таких условий труда и низкой зарплаты этому молодому человеку пару лет назад пришлось уволиться с завода. Выбор был прост. Либо копеечная зарплата и букет профзаболеваний, либо нормальное здоровье и работа в другом месте. То, что обещалось, то, что обещали повысить, никогда этого не выполнялось. То есть тут же добавляли, тут же что-то отнимают, добавляют и тут же что-то отнимают. Все вот в таком плане. То есть обманывают, постоянно обманывают. На самом деле то, что говорят о том, что идет какая-то организация производства, на самом деле все это не так. Это только видим. За четыре сегодня рассказ сотрудника электролизного цеха с 30-летним стажем. Он не помнит, когда в последний раз попадал в социальные программы Русала и общался с руководством завода, но рассказал, как сотрудники отстаивают свои права. Мы только не на кразе. Во всяком случае, из моих близких, знакомых, никто таких подарков от предприятия не получал. Возможно, есть такие люди. Но все всегда находятся, кто поближе к начальству. Для них, наверное, и существуют социальные программы. Ну, не для ридеров. Электролизм Красноярского алюминиевого завода Василий Шевалев недавно вышел на пенсию. О социальных программах узнал лишь рекламных плакатов. Мужчина рассуждает, последние годы рабочие не видели ни профсоюзных лидеров, ни руководства. Мы со своими работаем напряженно. По словам бывшего сотрудника КРАЗа, многочисленные экскурсии проводят только в нерабочее время в цехах. Для этого специально временно останавливают производство. А работы стало в разы больше, чем раньше. Человек при этом людей не прибавилось. Вы представляете, что такое ванна? Сторона открывается, снимается пена, подтягивается осадок, отдается сырье. В это время, значит, все эти возгоны летят в атмосферу. Я вот говорю, если раньше было это 8 сторон в смену, и то, если 6 ванн открыты, это уже считалось ЧП. А сейчас 48 ванн. Ну, и открытая сторона, естественно, газ пойдет не в горелку, а пойдет. Вот открытая прослазка. Вы просили на произвол судьбы. В редакцию новостей 24 обратился бывший сотрудник КРАЗа. Он уверяет, его вынудили написать заявление после того, как на заводе узнали об ухудшении здоровья. Теперь мужчина намерен обращаться в суд. Репортаж Марины Мышко. Ну, как бы вот, биотек при приступах. Вот это вот дорогое лекарство больше тысячи стоит. Не дом, а аптека. Скупать лекарства пачками Александр Решетин начал месяц назад. Врачи прописывали то один, то другой препарат, а затем поставили диагноз – астма. Учитывая заболевание, на родном заводе ему тут же предложили уволиться по соглашению сторон. В качестве отступных за подорванное здоровье мужчина получил 50 тысяч рублей. Должны были отправиться в профпатологию на обследование, там должны были выставить профзаболевание. И я хоть что-то, какие-то деньги должен был получать в размещении вреда здоровью. Бывший работник уверен, что имеет полное право на ежемесячные выплаты. Ведь теперь полноценно трудиться он уже нигде не сможет. Признается, что в своей 37 чувствует себя стариком. Такой отпечаток наложила профессия анодчика. Он регулярно на протяжении 17 лет дышал вредными газами, которые поражают легкие и разъедают кожу. Как выглядит цех окраса в рабочий день мы уже показывали. Напомню, это видео на мобильный телефон сняли сами заводчане. Весь дым и пар должен по трубам уходить в атмосферу, объясняет Гуляга Байрамов. Но он остается в цехах. Трубы, смотрите, не дымят. Раньше трубы-то дымили, сейчас не дымят. Чтобы городу не платить штраф, правильно? Не были выгодны, а народ-то задыхается мы там. То есть все идет в цехах, что ли? Все там остается. А к приему высокопоставленных гостей, рассказывает Гуляга, предприятие специально готовят. Вот по таким цехам, где циркулирует свежий воздух, вводят журналистов, уверяет бывший алюминщик. Нам говорят, будет комиссия. За неделю, понимаешь, объявляют, что будет комиссия. Где практически никто ничего не делает, около дурки делают, чтобы дорогу чистить, чтобы комиссия прошла. 35 тысяч – это не есть моральный ущерб. Это просто насмешка над людьми, которые получили там здоровье, что же. Мы, как вот инвалиды, пенсионеры, мы брошены к разам. Нам изредка раз в год могут 300 рублей от господина Дерибаски прийти. 300 рублей пенсионеру. Живите, как хотите. Бывший электролизник и анодчик алюминиевого завода Виктор Крюков рассказывает, подал суд на КРАС, когда врачи обнаружили у него остеопатию, нарушение костного состава, и заключили причину серьезного заболевания – профессиональная деятельность. На заводе он проработал более 30 лет. Сам технологический процесс и сама техниобезопасность не соответствуют тому времени, в котором мы работали. Возможно, она и сейчас не соответствует. Поэтому люди, хоть там проработают и 5, и 6 лет, они могут также получить профессиональное заболевание. В последнее время господина Дерибаски два мы можем толком вытащить. Но такая позиция руководства Руссола не должна остаться безнаказанной, считает Всеволод Севастьянов. Вот так просто взять и уйти, Олег Владимирович, не получится. Конституционное государство может за его огромные долги, связанные с пакетом норильского никеля, 4,5 миллиарда во время кризиса ему дали долларов, просто попросить его переложить акции в государственный пакет и отправиться куда-то подальше. Что касается бюджетных потерь, то с существующими алюминиевыми налогами они будут незначительны, уверен Олег Пащенко. Возможно, окажется, на первый взгляд, слёта это угроза. Если бы так, то мы можем вообще. Ну вот если 10 лет назад какой-то отход или уход, или сокращение Руссола потряс бы нам экономику, бюджет, наше психологическое состояние, то сейчас нет. 0,8% бюджет, и зайди вон. Исполнит ли руководство КРАЗа высказанную городским депутатам угрозу, пока непонятно. А вот пример национализации предприятий Дерипаски уже есть. Два дня назад Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение вернуть украинский завод олигарха государству. Собственность страны может перейти более 68% акций предприятия.